4-0 там был счет, что он спирита на миде. Да нет, там вот эти две хватило. В общем, это маленькая история о том, как обычный фермерский сынок, который уже был просто фермерцем, решил стать гримадиром. Вот он еще раз вернулся. Он верил, верил, что... Или он не захотел быть фермером, он захотел быть гранатометчиком. И сразу же, вот он. Это он только-только ТП прожал. Да, грустно. Только прожал ТП. Вот тут он появляется, и у него нет даже телепорта. Он пешком идет на эту линию, и дальше, вот да, дальше продолжается. Дальше Шторм уже шестой, и как бы... То есть это было начало конца? Ну, это отвратительно было. В принципе, да. А плюс еще Дровка, у которой все было прекрасно. В принципе, да, ты права. Это было начало конца, поскольку они эту линию, мне кажется, по крипам должны стоять ровно. И потом за счет пассивки он в Химик по Нетворсу должен вырваться вперед и обеспечивать, в общем, команде Space. Потому что нижняя линия дает много, там и Никла с Пангольером продавливают. А верхняя линия, ну, страдает. Это было понятно. Они меня с УТ и продавили, конкретно в этой игре. Ну, вышку-вышку не убили. Да, они сняли вышку, но общая ситуация уже слишком печальная была. То есть Дровка становится под Т2 спокойно, если что, фармит. И к этому времени она там уже может на треугольник уйти, если надо. Дровка вот тут бегает, у нее все равно там ПТ в Райсбэнде есть. Она... Вот в чем еще преимущество новой Дровки? У нее, когда появляется ульта, у нее Нетворс там 4000, она может любого героя просто избить. ПТ-4 в Райсбэнде она может просто вырубить почти любого персонажа очень-очень быстро. Ну и Куман летает. Ты знаешь, Артур, в чем проблема? Они же эту Дровку внизу все-таки выгнали, и она куда пришла? Она пришла в Мид. Потому что в Миде очень много раз надохал Химик. У Штурма было все круто, он пошел, соответственно, напрягать карту. И вот эта Дровка, которую выгнали снизу, она пришла в Мид. И там получилась... Она пошла на треугольник. Она пятая еще была. То есть у нее по темпу очень хорошо получилось за счет того, что вот линия была свободная. Вот. И второе, что я хотел бы отметить, в принципе, у нами была играбельная ситуация. Играбельная, да. Даже при счете вот там 20 на 7, тут сейчас еще несколько фрагов, по-моему, сделали. 20 на 8, что-то такое. Там в любом случае преимущество будет минорное у Виндстрайк. Но тут смущала именно общая тенденция вот эта. То, что все какие-то драки, все замесы выигрывают Виндстрайк. Это первый момент. И второй момент, это вот этот Шторм, которого вообще нечем уже контролить, когда он вот в таком виде. Дизраптор ВЛ-8, Шторм Биянд Годвайк 15-й. У Шторма уже Кая уже Иул. И ты даже если поле на него как-то постелишь, то он просто ВЛ себя спрячет. Еще Оргал рядом. Еще Сайленсер может Глобалом прикрыть, если что. Да, да, да. Тут вообще без шансов как-то вот этого Шторма остановить и что-то с ним сделать. Ты знаешь, просто еще что интересное, что даже при счете 22-9, вот 80% скажем так вот этих фрагов из 22-х были сделаны именно по, ну скажем так, нави сами на них пошли. То есть они сами приходили, сами атаковали, сами дрались. То есть они могли спокойно пытаться дилейть игру, то есть отрезать пачки Пангольером, Энигмой сплитить, Эмбером сплитить. У них пик позволял. Но они целенаправленно приходили во все драки и во всех драках дрались. То есть они защищали каждый объектив. То есть, ну, отчасти... Стоит еще понимать, что для Винстрайка тоже такая шаткая игра была. Если бы Винстрайк где-то один раз ошиблись, то вот тут уже, да, вот тут уже подавляющее преимущество, тут уже стороны падают. И вот тут у Винстрайка уже, конечно, надежно все выглядит. Но до этого, вот еще на прошлом хайлайте, когда преимущество буквально пару тысяч, нави сколько раз предпринимали попытки дефа. И если бы хотя бы один раз они хорошо в плюс для себя разменялись, один раз где-то Шторма бы подловили, убили, сняли бы Биянд Гадлайк, то они бы по игре вообще впереди оказались. Несмотря на то, что, казалось бы, Винстрайк доминирует всю игру. Один момент для нави удачный, мог все перевернуть, но так и не приключилось. Да, я согласен с тобой. Ну, ты знаешь, моя мысль больше в том, что лучше, знаешь, чуть-чуть подфармить, подсплитить, когда у тебя будет преимущество больше с алхимиком. И тогда уже провернуть эту драку, которая все изменит. Потому что нави приходили именно во все, абсолютно во все драки, и абсолютно все они их проиграли. Постфактум, конечно, так очень просто рассуждать, когда у нави не получилось ни одного удачного для себя момента найти. Конечно, очевидно, хорошим для них решением было бы вот эти драки за драки. Да, но они даже не пробовали, они не пробовали даже ни разу, я к этому веду. То есть все-таки интуитивно, когда, допустим, ты поставил плохо центральную линию, ну так случилось, бывает. Или там вверху не пошло и так далее. Интуитивно хочется все-таки немножко подкачаться. Но они как бы их погнали в драку, они подрались. И, кстати, Лила можно отметить, топ-3, топ-4 по Нетворцу. Он суперситуативный. По-моему, это... Ну, СТФ не тот герой, которому этот айтем нужен прям первой вещью. Вот если бы он пошел в какие-то альтернативы, то есть будь то Гривцы, или Шраг бы вышел во что-то более активное. Будь то, не знаю, Юл, Драмы, и он бы быстро по карте перемещался. Будь то быстро и БКБ, и принятие драк. То есть оно бы выглядело как-то более логично, на мой взгляд. А получилось, что он с этим Драгон Лэнсом, вроде как Нетворца много, ПТ Драгон Лэнс, БНД и так далее. В драке приходит... И даже непонятно, зачем в драке тогда приходить с таким билдом. Ты в драке прийти не можешь, и вышки вроде атаковать не хочешь, и 5 на 5 не хочешь собирать. И по разгону, по идее, этот билд идет не так много. Он вообще ничего не дает по разгону. Для меня тут можно много что отмечать. Можно отмечать МВП Зайца, то, что действительно он перегангал всю карту, и в драках очень круто все делал. Можно отмечать то, что Лил на Рошане не смог ворваться, когда команда приняла решение вот этого Рошана контестить. И когда у Лила уже был дайгер, куплен на Санкинге, не получилось раскастовать эпицентры. Там опять-таки Сайленс он словил. Можно отмечать то, что вот где-то там Троля вначале немножко подпродали, и ФБ на нем взяли. И вот тут еще один килл довольно ранний. Тут с 0.2 начинает у нас Сайленс, и уже не так комфортно. Но главным руином для меня вот этот товарищ выступал, которого вы сейчас видите, который фраг на Расперите делает. Потому что сожрать в себя столько ресурсов и быть настолько бесполезным, это нужно действительно постараться. Но когда я говорил, вот анализировал вообще этот драфт, я говорил, что мне кажется, что Винстрайк как раз могут раскрыть потенциал своего драфта в мидгейме. Пока Сайлен еще там не настолько жесткий, когда СФ берет одни грифсы, когда Лешрак в это время там купит Атос на то, чтобы еще дополнительный контроль какой-то получить. И опять-таки стан себе хотя бы иметь возможность засетапить. И когда тролль там купит дифуз, и уже сами Винстрайк могут накатывать. А здесь СФ говорит, ну ребят, я пошел в ПТ Драгонлендс, с ПТ Драгонлендс я пойду вот тут вот раз умру, меня тут поймали на центре. Потом я пойду еще пару раз умру, потом я осознаю, что я вообще бесполезный с этим ПТ Драгонлендс. И я теперь в БКБ пойду. Потом я по одну драку вообще не приду на миде попозже, потому что у меня БКБ нет, надо БКБ дофармить как бы. И потом я куплю БКБ, но уже с ним вообще ничего не сделаю, потому что уже ситуация по игре очень сильно поменялась. И я заставлю Лешака покупать грифсы, чтобы он шел вперед, и с этими грифсами просто как бы погибал. Вот тут Ливу сбивают эпицентр, если бы удалось ворваться, может быть что-то было бы. Это такой тоже один из ключевых, конечно, моментов, если разбирать вот именно микро в тимфайтах. Но, как я уже сказал, по-прежнему главный руин для меня это вот этот вот СФ. Своим билдом, да? Ну, первую катку затащил, там молодец, там Бен Гадуайк на шторме бегал, всех разваливал. Здесь, в моем понимании, вот, ну просто невозможно выиграть с таким билдом и с тем, что у тебя мидер делает. Там, если посмотреть вообще на его импакт в драках. Тут, конечно, по цифрам, да, молодец, нанес урон, когда вся команда уже сдохла, раскистовал ультимейт и тоже сдох. Сдох еще урон нанес. Но, по цифрам, там даже, может, у него что-то более-менее будет, если смотреть на Парсер, на Нетворс. Ну, вот, если разбирать именно, что СФ сделал по игре после лейнинг-стадии, то там будет жирный минус, в моем понимании. Как вам ДП, как она здесь вписалась? ДП под Ораком шикарно. Это была как раз, да, одна из тех игр, ну, то есть разные эмоции вызывает этот персонаж в разных играх, но здесь, по-моему, она как раз приносила много амбакт. Мы отметили, что не стоит забывать, что ДП под Ораком, и там драка, когда на шрайне будет, когда Оракл перед смертью, вот, кстати, она, по-моему, Оракл перед смертью успеет ульт накинуть на ДПшку, вот тут Санейка погибает, но ульт уже висит как раз-таки у нас на Кристаллайзе. По-моему, она около 6 тысяч уронов нанесла. Да, на Мэджикле. И его вообще не взять. Вот тут ульт заканчивается, он фуловый, и дальше там его пытаются пробить, не добивают. Команда уже погибла. Ну да, тут еще не забываем, что с ней еще Свен, который тоже... Свен был топ-нет-ворсен на протяжении всей карты, по-моему, он невероятно круто. Ну, у него такая пассивка, которая позволяет ему это делать. Я подумал, ну, как бы, по-моему, тут все закончилось уже. Да, ты знаешь, у нас было все классно, вот, до драки внизу, где Винстрайк зашли в спину, и где... Пришлось покупаться. Ну, основная проблема, вот проблема этой игры, она проигралась из-за одного момента. Из-за момента, когда дракон не приносит себе БКБ. Из-за того, что он не принес себе БКБ, в этой драке, получается, прыгнули, убили Р-спирита и пробили его до 100 КП. Он драться не смог. И с этого момента все пошло по наклонной. Ну, это же командное решение. Наверняка была информация, что у него БКБ летит, и они когда туда шли, они думали, что они настолько сильны, что они, наверное, смогут и так. Или, может быть, они рассчитывали, что драка начнется вот прямо сейчас, и как-то это БКБ долетит там в конечном итоге. Ты знаешь, я вот всегда говорю, что вот хороший охотник, хороший охотник, он должен быть терпеливым. Хладнокровным, да. Подождать 10 секунд и хладнокровным, да. Подождать эти чертовы 10-15 секунд, принести себе БКБ, жмакнуть одну кнопку и просто всех пострелять. Вот, потому что вот как-то выключали этого ДК, и вот очень много делал тролль. Тут кристаллайз большой, молодец. Вот, но у Минстрайк очень круто играл Сайлент. Вот фактически на Сайленте и на Лиле больше эта игра строилась. Сайлент больше тем, что урон вносил и классно играл в драках, а Лил тем, что... Сайлент вообще все очень круто сделал. Смотри, смотри, вот тут сейчас Санкин копнет, убьет двоих, и БКБ нет. Вот нет, это БКБ. Вон курица, кстати, летит, смотри. Да, вот курьер с БКБ, кстати. И вот сейчас, короче, у него на 100 хп он нажимает, в общем, форму ДК, и, ну, понятно, драться здесь не может. Сразу же умирает. Хотя БКБ, вот оно было, оно подлетало. Да, вот... Спасение, вот оно было. Нет, так с БКБ тут бы другая драка совсем была. Тут, если бы он поражал БКБ, и снова бы просто драться... Да, смотри, тут дальше будет, потому что сейчас тролль уже двоих вырезал сам. И вот сейчас почти убьет третьего. Тут, очевидно, если бы ДК рядом стоял, и хотя бы один станчик прописал бы по Сайленту, тут, я думаю, Куман бы даже не выкупался, и там бы просто... Да, потому что бейсмастер сам по себе урона не вносит, а дальше... То есть тут точно большие балансы Винстрайк, они показали, как работает Сайлентер против Оракла, отличные вырывы от Лила. Он первый, кстати, начинал драки, то есть немножко... Ну, странно, конечно. Все-таки мне казалось, у Нави больше инициатива за атаку, у них все-таки Ир Спирит и Бэтрайдер, в то время как у Винстрайк Сент-Кинхи и Вижен от Птицы. То есть ситуация равная, но получилось, в атаке все время вели Винстрайк, а кто атакует первый, тот имеет большое преимущество. И теперь вот за счет этого момента, за счет того, что, скажем так, вот этот темп утерян, как-то не смогли Нави отправиться от этого удара. Винстрайк смогли вещи добрать. Вот эта Клопа, она смогла хотя бы там до Иула добраться, она смогла дальше, там уже в линку выходить ближе. И Сайлент очень крутой билд и правильный тут на Джаггере собрал, в моем понимании. И действительно в каждой драке очень много урона вносил, и его не забирали, и вот этот Джаггернаут прям тут, я уверен, что он топ-1 по ДПСу, и что прям все здорово. Да, билд, который он может убить и в крутилки, и молнии, которые пробивают физическую броню. Да, молодец. Реально вот за одну ошибку, критическую ошибку на самом деле, так нельзя ошибаться, вот то, что вот люди БКБ свое не дожидаются за вот эту одну критическую ошибку. Ну да, но они пошли куда-то в вражеский лес, когда у вас летит БКБ на вашем ключевом герое. Там Драгон Найт на тот момент он даже был сильнее тролля. Да, а один тролль там, один в четыре двоих героев убил, одного почти убил, что Акаша вынуждена была выкупаться. Представьте, если там еще дракон был. Хотя они дальше тоже могли играть. Ну вот тут могли, да, тут еще очень круто, ну тут видно было, что по ресурсам уже тяжело на самом деле. Вот тут они кое-как подрались, потому что Мэджикл прожал Сыр, там когда 100 хп оставалось у ДК. И здесь Мэджикл выживает, они смогли подразвернуть. А в следующей драке Сыра уже не будет. И вот тут уже как бы, здравствуйте, вот тут уже вот этих ресурсов нет. Вот тут Сыр проюзан, Аегиса нет, и вот здесь сказывается уже вот этот момент. И тут, кстати, отличный ультимейт от Кумана попадает. И тут видишь, и тут опять Винстрек атакуют первые. Вот опять заходят, вот первые. И, в общем, переиграли Близзи в атаке на его бетрайдере. Не знаю, сигнатурный.